Копаются они по серяку, утро-вечер, больше всего. Если бы мы их здесь больше кошмарили, на другой бы, может, через за 5 километров от нас под приютным, может быть, и не так бы они там лазили, и не так бы пытались в штурм пойти. Против нас стоит морская пехота, у них хорошая тактика, они берут одну спешку и разбирают их термобарами. Проблема в том, что война для нас стала рутиной. Будем побеждать врага, никуда не денемся. Сейчас находимся на минометной позиции, до оккупанта здесь 3,5-4 километра где-то. Мы пытаемся маскироваться по полной, по максимуму. Потому что маскировка – это наше все. Сам миномет крупный, это не 82-ка, не 60-ка, которую можно двумя ветками накрыть, ее уже не видно. Такой видно очень сдалека, особенно его работу. Он громкий, выходы они слышат прекрасно. То есть мы видим по видео, мы только делаем выстрел, и они сразу все прячутся. Потому что прекрасно слышат, что пошел выход и в их сторону. В принципе, бьем точно, поэтому они уже приучены. Слышат выход – сразу в норку. У нас тут оборонный бой больше. Они хорошо вкопались, в принципе, так же и мы вкопаны. Поэтому тяжело. Они максимум, что они делают, это они копаются. Вот копаются, они копают блиндаж или копают траншею. Ну, кидаешь первую, понятно дело, что первая, ну, прям в цель точно, ну, редко очень ложится, понятно дело. 30 метров туда-сюда – это нормально для миномета на такой дистанции. В принципе, первая, они слышат, что она свистит еще на подлете. Ну, или выход слышат, или даже если выход они потеряли, так сказать. Если ветер в нашу сторону, тогда им тяжелее слышать выход. Опять же, все зависит от ветра. Если ветер в их сторону, им лучше слышны выходы. Если в нашу сторону, то, конечно же, хуже. Ну, все равно, но не сильно приятно, когда по тебе 120-ка прилетает, даже рядом. Копаться не сильно тогда им хочется. Поэтому видим копку, насыпаем, видим передвижение. Бывает тоже, ну, выйдет кто-то там покурить. Или по телефону не бывает. Я видел, выходит поговорить. Видать, ловят связь нашу. Но она здесь тоже, в принципе, добивает. Вот. И, наверное, есть симка и ловят. Есть 82-е, 60-е, 120-е. Разница, в принципе, в скорости наводки, в калибре, понятное дело. Мне удобнее с 82-ым, мне как командиру, потому что он наводится быстрее. Ну, зато 120-ый решает за счет своего калибра. Один приход 120-ки, там, разлетается все очень хорошо. Ну, 82-кой тоже, в зависимости от цели, какая цель. То есть, все от этого зависит. Если цель пехота, то мы отрабатываем, в принципе, 82-кой, 2-3 мины, и уже никто никуда не выходит. Когда надо вскрыть блиндаж, отработать по технике или еще что-то более важное, так сказать, тогда отрабатываем 120-ым. От того, как мы увидели цель до первого выхода, 120-ый, это около 5-7 минут, в принципе. В зависимости от того, сколько нужно довернуться и так далее, сколько мин подготовить. Ну, в принципе, 5-7 минут, первый выход идет. 82-е быстрее, 3-4 минуты и работа. В одну вагон! Пострел! Мы дежурим постоянно, 24 на 7, каждый день. То есть, дежурная смена находится постоянно на рации, на связи, в полной боевой готовности. Ну, а по поводу количества стрельбы, ну, да, тут зависит уже от количества целей. Сколько целей наша аэроразведка найдет, столько мы будем отрабатывать. Все от этого напрямую зависит. То есть, мы работаем только под дрон, под корректировку дронов. Просто так никогда не кидаем ни одну мину, не бывает такого. Нашли цель, сразу на пункте управления, есть дежурная артиллерия, я или другой дежурный, например. Связались с позицией, дали им цифры, прицел, угломер. В принципе, они пошли, навелись, готовность, кинули мину, мы увидели разрыв, дали корректировку. Копаются они по серяку утро-вечер больше всего, поэтому по серяку больше всего можно целей найти. Опять же, дрону тяжело, потому что это надо ночной еще, дрон, с ночными дронами тяжело. Вот, поэтому больше целей, наверное, утром-вечером. Ночью, в принципе, ну как, ночью заезды автомобильные, то есть, они так же завозят еду, воду, как и мы. Бывает и ночью работа. Мы бы могли больше врага взять на себя, отвлечь, и, возможно, на других направлениях было бы парням легче. Поэтому недостаток мин сказывается, в принципе, на всей линии фронта. Поэтому, напрямую причем. Если бы мы их здесь больше кошмарили, на другой бы, может, через, за 5 километров от нас под приютным, может быть, не так бы они там лазили, не так бы пытались в штурм пойти. Потому что против нас стоит морская пехота. На морскую пехоту они-то не сильно похожи, но считается морской пехотой. В принципе, они тоже работают с минометом. У них есть 120-й, 82-й. Мы их находили, мы их и выбивали. И знаем, в принципе, все их ротации. Они ротируются, и был у них здесь приезжал и Василек отрабатывал. Ну, в принципе, мы знаем врага, враг знает нас. Поэтому позиционная, можно сказать, война. Они укапываются, укапываются, копаются очень быстро. Могу даже сказать, что быстрее, чем мы. Копаются очень быстро. У них это просто на потоке. Вот они, почему нам не хватает мин, много работать. Ты кидаешь туда 2-3 мины, они спрятались, через полчаса дрон взлетает, они снова копаются на том же месте, хотя туда было приходилось. Их это не останавливает. Их то ли гонят, то ли заставляют. Они постоянно копаются. Так же копаемся и мы. Зараз, власне, сучасная война. И знаем, что враг активно застосовывает дроны. Найчастейше, какие дроны по Вас застосовывают, какие вот тут летают? Чаще всего здесь используются FPV-дроны, конечно же. По нашему автомобилю прилетал FPV-дрон. Слава Богу, не сработал. Точнее, сработал, но он ударился об автомобиль, отскочил. После этого только сработал. Все живы, здоровы. Это был ночной. Скорее всего, с тепляком. Тепловый FPV-дрон. Поэтому мы как бы были тогда и без РЭБа. После этого все начали очень резко закупать РЭБ. Это, в принципе, как и все подразделения. Потому что сейчас это на всех направлениях. И очень часто скидов с Мавиков почти нет. Периодически бывают. Заезжают, отрабатывают и выезжают. В принципе, мы их дроны также сбиваем. Есть антидрон-пушки. Сейчас хотим новые средства использовать. Это ружья, дробовики по типу дробовик и так далее. Чтобы сбивать дроны, оно очень эффективно. Они могут спокойно пускать 5-7 дронов на одну позицию, на одну спешку. И разобрать. У них хорошая тактика. Они берут одну спешку и разбирают их термобарами. Цепляют термобары к FPV. Первый не залетел. Да, мы вешаем сетки, маскируемся и так далее. Но первый, второй, третий дрон разбивает сетки. И далее уже как бы залетает в летаж. А термобар, он поднимает 2-3 наката бревен. После этой войны, опять же, нужно, если кого-то затрехсотил, эвак. А как эваку заехать? Только под рэбом. Опять же, рэб не всегда эффективен. Могут эвак подбить. Очень тяжело с этим. Если кого-то затрехсотил днем, это или ждать темное время суток, или на свой страх и риск пытаться, чтобы эвак заехал. Ну, это очень трудная стала война в этом плане. FPV-дроны прям внесли огромнейшую нишу в эту войну. И все тяжелее-тяжелее становится. Обычной пехоте становится все хуже и хуже. Больше всего страдает пехота от этого. Окупант зараз застосовывает дроны и в ночи. То есть в ночи так же не можете сказать, что можно передихнуть? Нет, конечно. У них есть ночные дроны. То есть вот эти FPV-дроны с тепляком. То есть они прекрасно все видят. Особенно тепловые сигнатуры. Такой, как автомобиль, он светится очень ярко, очень хорошо. И они на пехоту, ночные на пехоту еще не тратят. Это очень дорого, пока затратно. А на автомобиле, на технику легко. Власне, трешки про вас особисто. Так, чему сами минометы? Да, ну, это было еще изначально, как только нас набрали. Было предложение, там, зенитка, минометка, SPG, еще что-то. Ну, не знаю, мне что-то показалось минометы. Это более интересно из всего, что было. И тогда был выбор не сильно большой. И если бы у меня был выбор, да, я бы сейчас, конечно, перешел бы в аэроразведку. Мне кажется, это более эффективно. Те же вампиры тоже. Очень эффективная штука по сравнению с минометом. Можно минометом одну позицию очень долго разбирать, и при этом не очень эффективно. Можно взять вампир, скинуть 5 ТМок им на голову и разворотить блиндаж. И все становится рутиной. Проблема в том, что война для нас стала рутиной. И это, на самом деле, печальная ситуация для военных. Потому что прошло уже практически два года, и я не знаю, как война закончится и когда. А как бы время идет, оно не стоит на месте. Надо жизнь свою прожить так, как ты хочешь. А пока живу не совсем так, как я хочу. Поэтому тяжело, ну, как бы нормально, но хотелось бы уже оккупантов выгнать. Но пока у нас такой возможности, мне кажется, нет. Тяжело с этим. Поэтому держимся, воюем. Будем побеждать врага, никуда не денемся. Я думаю, что у нас получится быть независимой, европейской, суверенной страной. Это самое главное. В первую очередь, сохранить страну.